МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости на телеканале Читосов. Здравствуйте. Я в студии Адина Смогулова. Сурдоперевод Дориана Амдрасилова. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На рынке сейчас выше расчетной, в среднем на 13 тысяч тенге. Стоит учитывать и тот факт, что цены на прод товары не снижались последние 8 месяцев, а наоборот, только возрастали. Почти на 10%. И если в срочном порядке, как говорится, не сыграть на понижение, то обычный поход в магазин кому-то станет попросту не по карману. Такой исход, в частности, ожидают жители Нурсултана и Актюбинской области. Цены на социально значимые продукты здесь особенно взлетные. Впрочем, в министерстве предоставили обнадеживающие факты, чтобы остановить рост инфляции, в продкорпорации намерены закупить сельхозпродукцию на 87 миллиардов тенге. Что по сравнению с прошлогодними показателями, обойдется госказне вдвое дороже. В 2020-м на ЗАКу было выделено лишь 40 миллиардов тенге. Впрочем, эти меры, по словам специалистов, позволят обеспечить сельхозтоварами внутренний рынок. Алматинская область в том числе. Как отметил глава региона, нам завезут более 8,5 тысяч тонн продукции, что, по словам Аманды Кабаталова, поможет избежать повышения цен. Мы хотим увеличить запасы стартфонда вот в этом месяце в связи с тем, что вы сейчас дали поручение по зерну. На это мы предусматриваем еще дополнительно 400-500 миллионов. И в первом квартале следующего года дополнительно мы проведем форвардный закуп с АЗПТ в объеме 4800 тонн на 2,6 миллиарда тенге по 9 позициям. 109 объектов образования Алматинской области не готовы к зиме. До них не доставлено жидкое топливо. Усилить работу в этом направлении необходимо в Аксусском, Алакольском, Панфиловском, Уйгурском районах и Капшигае. Так, подготовка к холодам стала главенствующей темой очередного заседания областного штаба. Его возглавил первый заместитель главы региона Алязат Турлашев. На проведение отопительного сезона из бюджета области выделено почти 13 миллиардов 5 миллионов сенге, из которых более 4 миллиардов на ремонт объектов теплоснабжения, свыше 9 на закуп топлива. Однако 20 учреждений образования, 64 объекта здравоохранения и 12 культуры на сегодняшний день не обеспечены углем. Алязат Турлашев дал поручение Акимам районов незамедлительно принять соответствующие меры и исправить ситуацию. В любой момент погода может испортиться, а у вас отставание от графика. На 14 бюджетных объектах Кирбулакского района нет жидкого топлива. В Талгарском и Уйгурском на 13. Вы должны вовремя обеспечить поставки. К 1 октября все учреждения должны быть готовы к отопительному периоду. В Талгарском и Уйгурском районе вторая и пятая квартальная котельная уже завершаются. Остались пусконаладочные работы. В поселке Карабулак центральная котельная тоже переводится. Значит, практически сегодня все котельные, они готовы к работе, к подаче. Да, мы не исключаем вариант, как прошлогодний, об этом и на последнем совещании. Аким области нам дал поручение, что отопительный сезон в связи с ухудшением погодных условий может начаться и раньше, как в прошлом году. Значит, тепловые трассы около 22 километров капитально отреконструированы и заново построены. Депутаты Алматинского областного маслехата продолжают мониторинг по проведению капитального ремонта социально значимых объектов Алматинской области. На этот раз группа народных избранников посетила средние школы в Талгаре и Каскелине. В рамках визита депутатами были обсуждены вопросы соответствия объектов требованиям и соблюдения графика строительства. Подробнее в сюжете. Капитальный ремонт в средней школе номер 3 города Талгар начался в августе текущего года. После завершения строительства учиться здесь смогут более 1 тысячи детей. В настоящее время выполнено 30% монтажных работ, в связи с чем депутаты зафиксировали факты отставания от графика производства. На месте был проведен технический совет. По итогу были даны замечания с уведомлением представителей заказчика и генерального подрядчика. Сдать этот объект по плану должны были в марте следующего года. Однако на сегодняшний день мы видим серьёзные отставания заказчику и управлению градостроительного контроля нами были переданы замечания и рекомендации. Мониторинг данного объекта будет на особом контроле. В административном центре Карасайского района депутаты ознакомились с ходом капитального ремонта средней школы на 1266 мест. По словам представителя подрядной организации, сдать объект образования в эксплуатацию они планируют в ноябре текущего года. Однако и здесь наблюдаются небольшие отставания по срокам завершения работ. В свою очередь секретарь Алматинского областного маслехата Жанбула Джангирбаев акцентировал внимание на важности эффективного освоения выделенных средств, а также качество выполняемых работ. В целом на капитальный ремонт данной школы было выделено более 1 миллиона тенге. Сегодня мы лично ознакомились с реализацией капитального ремонта в школах Талгара и Каскелена. Наша главная задача – мониторинг качества строительных работ, потому что это социальные объекты, которые будут служить нашему населению. Все недоотчеты и замечания мы сейчас распишем в виде справки и направим в соответствующие органы. Напомним, депутатский мониторинг проводится в 17 районах и трёх городах области. До настоящего времени рассмотрен 21 объект образования и 5 объектов здравоохранения. К другим темам. В Алматинской области и на полигоне скального городка Астана, расположенного вблизи города Капшигай, в эти дни прошли международные командно-штабные учения ЖЕР-2021. В ходе практических мероприятий были отработаны действия должностных лиц и личного состава МЧС в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Международное учение ЖЕР-2021 началось в совещании штаба под руководством министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Юрия Ильина. В нём также приняли участие представители спасательных служб Узбекистана и Кыргызстана, обсудили вопросы повышения эффективности и реагирования на угрозу и возникновение разрушительного землетрясения, а также доведение до совершенства и синхронизированности взаимодействия центральных и местных исполнительных органов при предупреждении и ликвидации ЧАЭС. То стихийное бедствие, о котором мы сегодня говорим и отыгрываем на учении, оно может в любое время произойти, и нужно быть морально и готовы просто даже хотя бы тех же документов официально. Поэтому, уважаемые коллеги, поэтому я ещё раз говорю, что важность отрабатываемых учений, в том числе и международных учений, которые мы сегодня проводим, она актуальна для не только Казахстана, она не только для Алматинской области, она актуальна для всех регионов. Поэтому и ежегодно мы с вами должны корректировать и вносить изменения в те документы, которые у нас на сегодняшний день выработаны. Это изменения сектора. В ходе тренировочных испытаний в первую очередь проверены готовность систем оповещения и связи, материально-технические, продовольственные и медицинские резервы, а также совершенствование слаженности действий к реагированию на стихийные бедствия. Так, согласно легенде учения, в Алматинской области произошло разрушительное землетрясение. Возникла необходимость привлечения сил и средств для ликвидации его последствий в зоне бедствия. В случае землетрясения у нас есть планы. Допустим, город Алмата или Алматинская область или другой регион, он разбивается на сектора и участки ведения работы. Для каждого региона у нас закреплен определенный район, в который пребывает та или иная область. В зависимости от времени суток, когда может произойти чрезвычайная ситуация в виде землетрясения, мы, соответственно, корректируем, где проводить оперативно-спасательную работу. Если это ночное время, это жилой фонд, если это дневное время, мы обращаем внимание на объекты с массовым пребыванием людей, школьные, дошкольные, медицинские учреждения и непосредственно административные здания. И так мы, соответственно, решаем вопросы оперативности прибытия из других регионов привлечением авиационного транспорта, железнодорожного и плюс прибытия своим ходом. Согласно плану, спасатели ликвидировали очаги пожаров, разобрали завалы. Кинологические расчеты извлекли пострадавших из-под завалов. Также были проведены работы по восстановлению газоснабжения, линии электропередач и связи. Прежде всего, позвольте мне выразить огромную благодарность руководству Министерства чрезвычайной ситуации Республики Казахстан, в лице Юрия Викторовича и вашей команде за приглашение и за организацию международного команды штабного учения на высоком уровне. Действительно, это огромная работа. Всего на учениях было задействовано более 15 тысяч человек личного состава и более 1000 единиц техники. Жан-Дос Назарбаев, Алмат Хамид, Ержан Дюсен, телеканал ЖТСУ. Почему нельзя оставлять чек в магазине? Часто казахстанцы забывают распечатанные квитанции в магазине или попросту выбрасывают их в ближайшую урну, не сминая. А ведь ими могут воспользоваться мошенники. Как сообщает в комитете госдоходов, они находят владельца карты в социальных сетях. А по слитым базам данных узнают адрес, телефон и номер автомобиля жертвы. На основе этой информации они могут использовать множество уловок, чтобы добраться до денег жертвы на банковском счете и даже ограбить квартиру. Или же, например, они могут наблюдать за тем, какие именно покупки проводились наличные оплаты. Затем подбирают подходящий чек и выносят схожий товар из магазина. А позже возвращаются с квитком и украденным ранее содержимым, чтобы оформить возраст средств. Якобы товар им не нужен, поэтому специалисты советуют квитанции забирать с собой и утилизировать надлежащим образом. 22-летний парень сегодня утром угнал Митсубиши из поселка Жанарка в Карагандинской области и поехал на ней в столицу. Здесь за ним началась погоня. Он протаранил несколько машин, передает Нурки-Изет. В результате подозреваемый был задержан, пострадал полицейский. Инцидент прокомментировали в департаменте полиции Нурсултана. Подозреваемый задержан и во дворен ВВС. Проводится расследование. Помимо угона в отношении него возбуждено уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти. Пострадавшего правоохранителя с телесными травмами доставили в столичную больницу. Белорусская оппозиция перешла в стадию затяжного противостояния с Александром Лукашенко. Теперь придется действовать на износ. Об этом заявила Светлана Тихановская на конференции белорусов мира. Это мероприятие открылось пятницу в литовской столице. По словам Тихановской, изгнание оппозиционных лидеров из страны не остановит их деятельность. На двухдневную конференцию пригласили белорусов из 27 стран мира. Их задача – лучше узнать друг друга, сделать работу диаспоры более эффективной и системной, координировать усилия и выдвигать новые инициативы о том, как помочь белорусскому народу и усилить международное давление на Минск. Спустя 20 лет после того, как Нидерланды первыми в Европе легализовали однополые браки, Швейцария все еще входит в число последних западноевропейских стран, где они находятся вне закона. Изменит ли это общий национальный референдум, который состоится в воскресенье? Граждане страны призваны ответить на вопрос, разрешить ли парам геев и лесбиянок официально регистрировать брак со всеми вытекающими из этого правами. Последние соцопросы свидетельствуют о том, что за это выступает 63% респондентов. 35% высказались против, а еще два пока не определились с выбором. Для того, чтобы родился ребенок, нужны мужчина и женщина. То есть у ребенка есть отец и мать. Есть нечто крайне извращенное в том, что гомосексуальные круги требуют от нас сегодня легализации брака именно для того, чтобы иметь детей. Начиная с 2007 года, однополые пары в Швейцарии имеют право получить официальное разрешение на гражданские союзы, которые не равны браку. Если референдум изменит этот закон, то будет разрешен не только однополый брак, но и усыновление детей. Пары лесбиянок получат более легкий доступ к донорской сперме, но анонимное донорство, как и суррогатное материнство, останутся запрещены. Новое законодательство также упростит получение швейцарского гражданства для иностранных партнеров-гомосексуалов. Сборная девушек по велоспорту Алматинской области стала первой в общекомандном зачете многодневной велогонки, посвященной памяти легендарного гонщика экстра-класса Андрея Кивилева. В тройке призеров также девушки из Нурсултана из Североказахстанской области. Среди юношей победителем в общем зачете стали представители Западноказахстанской области. В тройке сильнейших велогонщики местных спортивных школ и города Алматы. В пятидневную программу чемпионата были включены пять этапов. Это и индивидуальные разделки, и групповые гонки на дальние расстояния. Нужно отметить, что в окрестностях Талткургана проводится ряд спортивных мероприятий республиканского масштаба. Настолько удобны для проведения многодневных велогонок и местный ландшафт, и автотрассы. Все участники соревнований отмечают высокий организационный уровень чемпионатов, проходящих на трассах как в горной местности, так и на равниной. Это первый чемпионат Казахстана, многодневная гонка среди юношей и девушек 15-16 лет. Эта многодневная гонка проходит впервые в таком формате именно многодневной гонки. Эта гонка является отбором для 2005 года в национальную сборную юниорскую, которая переходит в новую возрастную категорию. И для 2006 года это отбор в юношескую сборную Казахстана. Старт приняли 130 юношей и 35 девушек. Это являются сильнейшие люди Казахстана, 12 регионов, и город Нур-Султан, город Алмата. Значимость этой гонки, я думаю, для подрастающего поколения, это очень хорошая, сильная школа. Вы знаете, что у нас дороги Алматинской области, землежицу, очень разнообразные горные этапы, равнинные этапы. То есть есть возможность проявить себя гонщиком, как и для горных королей, кто любит горные гонки, и для тех, кто любит равнину. Удар, еще удар. В областном центре состоялся городской чемпионат. Турнир собрал под свои знамена более 120 боксеров в 12 весовых категориях от 15 до 17 лет. Победители и призеры примут участие в чемпионате Алматинской области, который стартует в Каскелине 5 октября. Лилия Штогрина продолжит. Нужно отметить, что в последнее время в Алматинской области проходит множество юношеских турниров по боксу. Поэтому полюбон для испытаний огромный. Ребята здесь набираются опыта, а тренеры могут корректировать процесс подготовки в зависимости от достигнутых их подопечными результатов. Этот турнир прошел при спонсорской поддержке Федерации бокса города Талукурган. Первенство города для тренеров – это чтобы выявить своих спортсменов, итог своих работ, которые они на протяжении года работали, посмотреть своих спортсменов, посмотреть свои ошибки, недостатки спортсменов своих, чтобы повысить мастерство своих спортсменов, ну и для качества работы. И также увидеть своих же победителей на первенстве города, а также в дальнейшем на первенстве области. Победитель турнира в весовой категории 60 килограммов Алихан Кемингер без особого труда расправился со своими соперниками в предварительных поединках. Однако в финале пришлось выложиться на 100%, признается спортсмен. Борьбу за золото он вел с Рамиром Тохтановым. Оба боксера оттачивают свое мастерство в Талукурганской школе единоборств. Победить в решающей схватке Алихану помогла уверенность и хорошая функциональная подготовка. Я занимаюсь боксом уже 6 лет. Это спорт для настоящих мужчин. Я много тренируюсь, не ленюсь, слушаю тренера. Думаю, поэтому есть хорошие результаты. Например, я стал призером международного турнира в России два года назад. Несколько раз становился призером чемпионата Республики Казахстан. Моя мечта – поднять флаг Казахстана на чемпионате мира. Отличная подготовка наших спортсменов налицо, отметил в своем интервью исполнительный директор Талукурганской федерации бокса Ерлан Бактыбаев. Если раньше на городском ринге зачастую выступали новички бокса, вообще не имевшие в своем послужном списке боев, то теперь у участников по 40-60 проведенных встреч. Среди них немало кандидатов к мастера спорта, а остальные, как минимум, перворазрядники. Развитие города в боксе очень хорошо, потому что в каждой школе, которая есть на территории города Талукурган, в каждой школе есть отделение бокса. И там же есть старшие тренеры, и работа идет плодотворная. Есть базы, где на этих же базах они тренировочные процессы проводят и проводят матчевые встречи. Городской турнир проводился по календарному плану как отборочный перед официальным первенством Алмадинской области, а оно состоится в начале октября в Карасайском районе. Лилия Штогрина, Габид Кабдрахманов, телеканал ЖТСУ. Это были все новости. До встречи в следующем эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова